Здравствуйте, ребята, не только ребята школы. Сегодня, когда я получаю сообщение, и когда рождается еще один программист, то, вы знаете, невероятная радость на душе. Вот в чем суть, ребят. Дмитрий Наг, да? Мы сейчас посмотрим историю парня. Значит, ребят, подумайте о такой вещи. Ведь многие, я сейчас больше обращаюсь к новичкам, которые, в принципе, только задумались программировать. Ну, как я говорю, знаете, так попадает оно в это окно, попадает. Постоянно где-то в душе свербит всю жизнь, да? Вот вы, допустим, там занимаетесь на другой работе, но где-то внутри вас подтачивает, но хочу писать код. Ребят, просто берите и начинайте писать. Вот я не зря приведу пример Дмитрия Нага. Ну, когда-то человек пришел с нуля. И расскажу вот о нем, вот что он за метод применил. Вот сегодня он прислал. Задача от 18-го, 12-го, 2018-го выполнена. Да, сегодня у нас 19-е июля, 19-е июля 2019-го. Задача была поставлена 18-го, 12-го, декабре 2018-го года. И это совершенно не важно, сколько времени прошло. Важно другое. Ребят, вот посмотрите. Давайте я прочитаю, что я написал Дмитрию. И вы все поймете. Дим, ну что здесь сказать? Аплодисменты. Молодчина. Думаю, главный урок, который вы вынесли, что все решаемо. Ребят, вы слышите меня? Все решаемо. Берите метод Дмитрия, сейчас мы его разберем, и делайте. Было бы желание и делать, делать. Это у вас очень хорошая черта. Кстати, эту черту может иметь абсолютно каждый человек. Нужный разработчику. Ведь не все задачи решаются одномоментно. Вы знаете, я вспоминаю, когда я начал, помню, писал вот этот сайт, который уже надо переписывать, но сейчас времени нет. И тут мне надо было написать фолловинг, и когда я, перед тем, как написать вот эти все фолловинги, да, я года полтора, наверное, мне пришлось к этому приходить. Я сначала даже не знал, за что хвататься. Но на самом деле все решаемо, и все решаемо, и именно надо понять путь, куда двигаться. Дальше. Это у вас очень важная черта, нужная разработчику. Ведь не все задачи решаются одномоментно. Ко многим нужно подходить. Как раз у вас были все эти шаги. Вы подошли к задаче, осилив то, что нужно для ее решения. Вывод. Для вас посильна любая задача. Ребят, и те, кто смотрит, и для вас двигаться начните. Смелее ставьте цели и вперед. У вас уже все получается. И вы работаете именно программистом. Конечно же, Дим, конечно же, программист. Просто сегодня такие задачи, завтра будут сложнее. Но ведь к этому надо приходить. Ну, и я ему спрашиваю, да, Дим, спросите самого себя. Сравните тогда, на момент декабря, ваши знания, да, и сегодня. Осознайте. И, ребят, запомните, всегда берите денек. Вот сделали что-то важное. Берите денек отдыха. И, как бы, немножко понаслаждайтесь собой. Почему? То есть, не собой, а выполнением. Пусть ваш мозг уловит, что вам, для вас, решение задач, именно программирование, это хорошо. И увидите, в жизни будет вот так происходить. Раз-раз-раз решение, раз-раз-раз решение. Приучите себя так. Ну, давайте немножко посмотрим. Я просто хочу воодушевить новичков. Ведь Дима ж не первый, не последний. Но, не но. Когда-то писали, вот можно посмотреть в группе, да, что Дима делал. Я, ребят, хочу вот что показать. Смотрите. Ведь это очень важно. Вот был Дмитрий здесь. Теперь вот он здесь. На момент вот этот, на момент вот этот, он не мог написать этот код. Да, ему надо было подумать. То есть, для того, давайте прочитаем то домашнее задание. И вот просмотрим, да, вот, чтобы вы понимали, чтобы вы тоже так двигались. Я сейчас покажу, вот, как он двигался к этому заданию и сколько еще вытянул для себя. Класс функций. Мы это на момент тогда писали. Хорошо, теперь попробуйте уяснить. То есть, уже на тот момент он с функциями работал. Которые опишите далее. Она вам поможет жить проще. То есть, я ему показал определенный метод, для которого, в принципе, было пройти уроки по Киви. Для того, очень важно для того, чтобы понять вот эти вот моменты, да. Вот этот вот стиль. Ну, и написал. Ребята, кому интересно, делайте, да, с Дмитрием. Он, тогда у него была функция, а я его попросил все оформить в классе. И вот он прислал то, что мы видели, да. То, что мы видели. И уже очень четко все расписал. То есть, видно, что человек писал и понимал, да. В классе, да, создали функцию. Это та же функция, использовала здесь ноны. То есть, потом этот метод мы применяли. Дальше тот самый класс функции. Создаем метод класса, вернем строку. Если ничего, присваиваем, выводим класс строку. То есть, он написал алгоритм, который написал сам. Но ведь до этого, до этого ему надо было все моменты пройти, пройти и двигаясь, да. Он проходил и здесь и классы, и что такое методы, и так далее. То есть, за этот период времени, ведь он много вытянул для себя, да. Очень много вытянул. И можно посмотреть, вот здесь не вся там полугодовая переписка, но то, что вот время от времени я удаляю, так как она есть в группе, да, но с почты. Вот, Сергей, Сергей, Сергей Сачи. Вот. И он, для того, чтобы понять, он писал, что он разбирался с Киви. Он тут игрался. Ребятам школы прислал сетку, разобрался, говорит, целый день сидел. То есть, как все размещать. Просто я показываю, что человек двигался, да. Хотя, по сути, дело классы. Ребят, а ведь все библиотеки напишены на классах. И пару слов сейчас Эдуарду Осановичу. Вот он уже где-то, я видел, занимается метаклассами. Эдуард, вот вы меня сейчас должны услышать, да. И другие ребята. Вот эти вот вещи, простые, да, которые обычные. Вот это должно отлетать. Отлетать. Вот это надо отрабатывать. Потом уже метаклассы, потому что мы это будем потом использовать. При помощи чего-то надо писать. Поэтому ООП само надо, чтобы отлетало. Так, давайте еще посмотрим. Ну, смысл поняли. Я просто хочу показать, что парень в своем темпе, в конкретном русле двигался, изучал, подтягивал. Понимаете? И вот это теперь понимание, с ним остается навсегда. Теперь он отсюда будет отталкиваться. И так будет расти. И расти быстро. И чем дальше, просто будут усложняться задачи. Но ведь что важно, вот в шаге Дмитрия я хочу вот показать. Понимаете? Вот если бы он, да, прочитал, тогда он написал функцию и все. А в классе не оформлено. Ну, прочитал, пошел дальше. Так нет же. Решил и правильно сделал. Выполнить задание и написать в классе. И то, что надо было для этого изучить, разобрался. То есть, ребят, как легко двигаться, когда есть цель. Все же подтягивается. Все же подтягивается. Я стараюсь всегда ребят, которые выполняют домашнее задание, направить и помочь. Но смотрите, как все подтянул, все подтянул. И киви изучил, и классы разобрался. То есть, начал изучать киви. Ну, двигался, двигался. Кстати, вам спасибо, это Дмитрий. Думаю, каждый для себя осознал, пусть молча в утрях, но благодарит. Ну, это я и так знаю, что ребята мне благодарны. Тут Америку не открыли. А потом еще, я думаю, что Дмитрию, вот я дал задание, надо поработать до конца с ноны, да. Так, не то. Вот в конце этой статьи я ее дам с ноны. Дмитрий, вы знаете, да. Мы с вами разговаривали, что с ноны надо весь пласт этот вытянуть, и вам тогда будет очень круто, да. То есть, ноны надо лучшие практики выполнения сделать. Ребят, к чему я это вот рассказал? Вот вроде бы, ну что здесь такого произошло? Прислал парень код. А как он вырос за это время? Ребята, он вырос. Он вырос и очень сильно вырос. Я-то это знаю. Что я хотел еще найти? То есть, я вижу по сообщениям в группе, да, как он работал. И дальше продолжает работать. Ребят, скажите, вот, а Дмитрий программист? Абсолютно верно, программист. Ведь, смотрите, осилил. Это именно алгоритм программиста. Есть задача. Не все задачи решаются сразу. Поставил цель и двигался решение. Это и есть программист. Скажите, а ведь каждый из вас может работать. Просто делайте. Вот я показал, как Дмитрий. Работайте в школе с материалом школы. И делайте, делайте, делайте. В своем темпе, не спеша, ребята. Никто за вами не гонится. Никто, извините, меня за зад не укусит здесь. Здесь никто не кусается. То есть, спокойненько и будете писать. Да, Дмитрий программист. И, Дим, привыкай к этой мысли. Завтра будут просто посерьезнее задачи. Потом еще посерьезнее. Потом еще посерьезнее. Но именно алгоритм выполнения задачи, он у вас уже есть. И вы его сделали. И вы молодец. И вы же чувствуете для себя, что вот тогда, на момент декабря, ведь вы это даже не представляли. А сегодня вы четко прокомментировали. То есть, это уже освоено. Но ведь, самое главное, Дмитрий, ведь вы ответили себе на вопрос, что я могу. Согласитесь? Здесь, а это и есть главное. Ребят, у кого вот здесь, в груди, вот есть вот это желание, вот оно вот там потихонечку, да, хотелось бы писать код. Ребят, да берите и начинайте писать. Вот и все. Ведь наша школа, она любо-дорого. Понимаете, в любом случае, вот, допустим, пришли бы вы на курсы, да, там, три месяца, и все, ну, и сказали, вам идите или платите по-новому. У нас пожизненный доступ. Кому-то надо меньше, кому-то больше. Но так, как вот сделал Дмитрий, это очень круто. Он не стоп быстрее пройти, а стоп понимать. Вот что важно. Ребят, не надо бояться. Все получится. Эти ребят больше. Володя Фомичев великолепный, Сергей Осачев великолепные вещи делает. Но ведь эти ребята двигаются. Двигаются. Владимир Фомичев тоже раньше, вот, где-то для себя занимался, а потом все-таки услышал меня и начал выполнять уже добросовестно именно домашние задания, как он расписал там ФТП сервер. Это все круто, да? То есть, ну, молодцы. Ну, вот это вот примеры ребят. И вы же, ребята, показываете пример другим ребятам, которых немножко пока меньше веры. Но то, что у них получится, и, Дмитрий, самое главное, что вы для себя уяснили, у вас получилось. А, правильно, а впереди открывается еще больше. И чем дальше вы будете идти в программирование, тем больше вы будете думать, нифига не знаю на самом деле. Почему? Потому что программист всегда будет говорить не знаю, пока не сталкивается с конкретной задачей. Как только есть конкретная задача, быстренько собираются все знания вокруг, да, и все, все сделано, все делается. Как только ты не ставишь задачи, а просто изучаешь, то такое чувство, что ничего не знаешь. Это нормальное состояние. Почему? Потому что программирование – это океан. Вот поэтому, ребят, я вам хочу, вот тех, кто начал с этого видео, вот, чтобы вы посмотрели, как изменится практика в школе Бувшиновского. Питон Джанга 2. Режим разработчика. То есть берем направление на высококлассных программистов. То есть надо еще вот и начинать. Вот тут я рассказал методику, да, вот это видео будет в описании. Ну, а те, кто новички, конечно, Дмитрий для вас сегодня – это уже человек, который вырос. Вот если взять, вы пришли, вы начинаете изучать. Дим, вы меня вот слышите, вот как бы, вот встаньте со стороны, да, главное, не загордиться, да. Но на самом деле, вот, когда новичок, который только начинает изучать, а вы знаете, Дмитрий, вы же для новичка – это уже ух, профи, потому что вы уже по классам там написали, а он этого ничего не знает. И вы для него уже уф. Просто на самом деле для вас, Дмитрий, для вас, Дмитрий, это уже пройден и как бы, ну, само собой. Но ведь я сказал, я сказал вот вам, да, сядьте и подумайте, когда вот выходной этот возьмете, что и другие ребята, а какие знания у меня были на момент декабря, а какие сегодня? И вы увидите разницу. А это важно осознавать. Это важно осознавать, осознавать свой рост. Не сравнивать себя с кем-то, а сравнивать себя с самим собой. Это архиважно. И это важно, чтобы понял вы и ваш мозг, да. Ну, я говорю, потому что если пройдет сейчас там немного времени, месяц, да, вы уже дальше будете бомбить объектно-ориентированное программирование, в принципе, как должно быть. Но, если, допустим, вы станете еще до декабря, еще на полгода отгоните, да, и представьте, стоит новичок, который только начинает изучать, то вы для него уже, ой, 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 а как этому научиться? Так вот, ребята, кто новички, берите и просто начинайте делать. Все просто. Ведь в школе есть информация с нуля. И, в принципе, то, что я сказал, посмотрите это видео, да. Я его дам в описании. Все, ребят, спасибо. Просто немножко веры, немножко... Вот и рассказывают простые вещи, да, но... Ну, ребят, ну, это надо рассказывать, что получается, что у всех, кто делает, вот и все. Начинать надо с сайта spv-retude.ru Да, знаем.